шалом дорогие друзья шавей цион мессианская студия уазис медиа вопрос который наверное связан с алией или с галутом диаспора галут них не красиво слышится диаспора как быть если я хочу соблюдать кашрут но не могу живя в галуте я вам здесь скажу очень просто оформляйте документы переезжайте в израиль здесь вы морочится особенно не будете в любом магазине более-менее все продается кошер на и писание до требует от нас определенного уровня кашрута но нам не всегда нужно вот как раз подравили стическим уровень кашрута подходить все же в галуте есть место кашруту но здесь приходится немножко носить увеличительные очки потому что когда ты захочешь магазин чего-то купить то все ингредиенты включая многое и и и включая свин 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 написаны обычно маленькими буквами и когда у нас есть хорошие увеличивающие очки мы можем читая увидеть искать о это не чистое а это чистое и ты выбираешь то что ты хочешь здесь я хочу сказать это не просто в галуте вот мы были недавно на конференции в германии и когда мы пошли и хотели покушать где-то во внешнем ресторане то нам нужно было ну проявить сноровку чтобы выбрать то что нам подходит и понятно здесь можно углубиться в нюансы а все-таки сковородка на которой жарили вашу рыбу вполне возможно до этого на ней жарили поросенка ну это все тоже может быть здесь конечно никто не застрахован но я здесь наверно хочу укрыться под подправкой апостола павла который когда-то сказал коринфянам на рынке ешьте без исследования если вам явно не заявляют что это и было жертвенное в галуте можно исполнить кашу от если вы занимаетесь разведением своих курочек или бычка и тут из ваших знакомых и вы выстраиваете определенную линейку по которой вы питаетесь но с общепитом там всегда могут быть определенные проблемы я все таки хочу дать облегчение стоит подумать если у вас есть право на возвращение то есть вы призваны кошерной еде езжайте в израиль здесь вам будет значительно проще вот кстати недавно эта конференция которая была в берлине и там были вещи которые мы начинаем немного спорить или поднимать вопросы нужно ли уезжать в израиль или можно ли оставаться в диаспоре вещи которые нуждаются в том чтобы господь бог проговорил каждому человеку но все-таки вот это интересная мысль писание имеет так много слов об алие они значительно значительно превышают внутренние ощущения связанные с нашим местом там где-то в диаспоре взвесь эти слова и тогда вы обретете не только кашрут вы будете жить в земле про отцов непростой земли не так просто здесь и так просто справиться и нужно настроить себя что ты будешь сражаться и с внутренними вещами и с внешними и чтобы укорениться заплатишь цену но благословение исполнение божественного призвания которым сказал когда-то еще в раму твои дети вернуться в эту землю они выйдут большим народом из разных мест вернуться в эту землю я здесь очищу их от всяких мерзостей кашрут подпадает под очищение потому что когда мы едим кошерное мы тоже очищаемся от мерзости но очищение от мерзости идет намного глубже она касается отравленных областей нашей души наше поколение наше потомство которое будет испытывать избавление очищение сверхъестественным образом господь бог обещает на поэтому живя в галуте думайте об израиле заходя в магазин выбираем кошерную колбасу или кошерный кусок мяса думаете что можно и не выбирать приедем в израиль вы можете спокойно зайдя в любой супермаркет супер сайт неважно какой магазин там она все кошер не уже до вас проверили но кроме этого будет много других благ желаю вам благословений и пришлось